Здесь четыре вида хищных растений. Пермяк Денис Карасев начал собирать их год назад. Всего в его домашней оранжерии шесть видов. Более ста растений. Все они из питомника Дании. Ухаживать за растениями несложно. Делится цветовод раз в день опрыскивать и поливать исключительно дистиллированной водой. Я когда покупал первую мухоловку, я поливал обычной водой. У меня начали чернеть все ловушки. И потом в дальнейшем у меня остался один отросток. И он уже сгнил полностью цветок. Только винилина мухоловка добавляет забот. Ее нужно чистить от добычи. То есть, когда она открывается, она съедает муху. Она открывается, и у нее там остается скелет костный такой маленький. И их чистят. То есть, даже вот такой вот специальный уход. Мухи для зеленой охотницы – это дополнительные витамины. Но только летом. Зимой растение входит в спячку, и хранить его можно даже в холодильнике. Еще один растительный хищник – непентес. Его похожие на кувшины цветки на самом деле смертельные ловушки для насекомых. На дне цветов жидкость, насыщенная ядовитыми веществами. Стоит насекомому попасть в ловушку, он тут же превращается в обед непентеса и переваривается. В домашних условиях это растение не бывает большим. Питается только мухами, комарами, тараканами. А вот в естественных условиях в Африке непентес порой достигает 3-4 метров, и в их ловушки могут попадать даже маленькие обезьяны. В Пермском крае хищных растений не встретить, а вот на северных болотах России можно наткнуться на растянку-круглолистную, жирянку или пузырчатку. Впрочем, встречи эти безопасны. Зеленые хищники для человека безвредны, если, конечно, не добавлять их в свой рацион.